здравствуйте господа позвольте представить вам ваша в квадрате здравствуйте я павел маркай я руководитель арт-отдела музея современного искусства эра арта я приглашаю вас удивительный мир искусства сегодня будет очень серьезный назидательный выпуск я пришел в прачечную при музею современного искусства это место где человек в какое-то время находится наедине с собой а размышлять не хочется над тем как мы докатились до такой жизни и почему зритель сегодня на выставках является главным экспонатом философ мыслитель борис гройс верно заметил о том что сегодня настала эпоха тотального креативизма не путать с кретинизмом каждый человек по сути сам себе художник по гройсу любой человек который выбирает себе фильтр в инстаграме уже так или иначе действует как художник как дизайнер современный посетитель выставок активен он уже не хочет потреблять он хочет переживать нечто транслировать самого себя в мир с этим например связано маниакальное стремление людей путешествовать открывать новые места сегодня в эпоху отсутствие каких-то крупных идеологий и кризиса религиозных культов музей учреждения культуры становится местом духовного познания разговора с собой в искусстве кодируется информация кодируется сообщение на особом художественном языке для того чтобы сохранить знание некое о мире действительно благодаря скульптуре благодаря искусству слова мы знаем кое-что о древних грибленов можем смоделировать их мировосприятие мы что-то знаем о прошлом но давайте посмотрим что мы сегодняшние расскажем людям будущего у каждого есть блок у каждого из инстаграм каждый производит какие-то образы снимает музыкальные клипы пишет техно музыку но согласитесь что чаще всего творческие импульсы гнетут и волнуют людей очень-очень юном возрасте когда у них по сути нет никакого жизненного опыта и все что они могут предложить миру это они сами украшение себя татуировками поиск какой-то интересной одежды конечно иной раз и блещет интересная такая творческая мысль например я набил себе на руке сову потому что вот сова она как бы мудрая птица а я вот тоже мудрый но вы не то чем они кажутся мы с вами находимся в окружении миллионов людей художников творцов собственной жизни людей занятых самодизайном и конечно приходя в выставочный зал в любое публичное пространство мы готовы транслировать себя в мир но я очень рекомендую присмотреться к тому в первую очередь как это делают другие в частности художники приходя на выставку не торопитесь селфица вместе с работой а рассмотрите ее уверяю вас что это обогатит ваш индивидуальный художественный язык и поможет вам снимать более интересные stories делать более интересные селфи писать более интересную музыку и быть может вы сделаете на спине такую татуировку что потом вашу кожу мумифицирует и выставляет в эрмитаж на этом все друзья вопрос кто из художников двадцатого столетия разрабатывал идею социальной пластики и и провозгласил что каждый человек являются художниками удачи удачи удачи